Привет! Вы на канале «АвтоСтронг», а вокруг меня мотоциклы компании «МотоСтронг». Теперь мы тоже занимаемся продажей мотоциклов, привезённых прямо из Европы без посредников. Эти мотоциклы обслужены, аккуратны и бодры и продаются по честной цене. Весь склад мотоциклов и контакты компании «МотоСтронг» вы найдёте по ссылочке в описании к этому видео. Ну а прямо сейчас мы поговорим о надёжности и о чуде японской инженерной мысли. Итак, встречаем долгожданный мотор Honda R18 A2. В 2006 году на Honda Civic 8-го поколения дебютировал совершенно новый атмосферный бензиновый двигатель объёмом 1.8 R-серии. Этот двигатель очень обычный. Он создан на основе алюминиевого блока. В ГБЦ один распредвал, который приводит 16 клапанов. Гидрокомпенсаторов нет, а вот система IFTEK есть. В приводе ГРМ используется цепь, а впускной коллектор оборудован механизмом изменения его геометрии. Двигатель R18 A2 ставили только на Honda Civic 8-го поколения для европейского рынка. Но есть аналогичный мотор R18 A1, который ставили на Honda Civic для остальных рынков. Также мотор A1 получили Honda FR-V, City и Stream. А1 отличается только поддоном. В версии A2 в поддоне есть датчик уровня масла. Что можно сказать о надежности двигателя R18 A2? Этот двигатель очень надежен. Просто совершенство японской инженерной мысли. Полмиллиона километров для него далеко не предел. Правая опора двигателя R18 A2 установлена вот здесь и является гидравлической. Служит примерно 150 тысяч километров. Когда она изнашивается, то запотевает гидравлической жидкостью, сдувается и перестает выполнять свою функцию. В результате раздаются стуки при езде по неровностям. Это стучат ограничители опоры. Оригинальная опора стоит 190 долларов, что отпугивает владельцев. Хороших неоригиналов нет. Неоригинальная опора ходит примерно 30 тысяч километров. Но некоторые владельцы мастерят самодельные опоры с демпферами от двигателя BMW E46. Дроссельную заслонку на двигателе R18 A2 периодически надо чистить. На ее загрязнение, по народным приметам, указывает проседание холостого хода при включении муфты компрессора кондиционера. А так эта дроссельная заслонка никаких хлопот не создает. Ну а сегодня в разборе этого надежнейшего мотора нам поможет человек чуть поменьше человека коробки Сереги. Но тоже Серега. Итак, встречаем. Мы начинаем нашу разборочку. Почти все владельцы автомобилей Honda с моторами R18 A2 сталкиваются с ослаблением натяжения ремня навесного оборудования. Это происходит из-за облома крепежного болта и срыва резьбы в отверстий. После этого под капотом во время работы двигателя раздается посторонний стук. Это покачивается кронштейн натяжного ролика. В худшем случае ослабший ремень может закусить. После этого двигатель остановится и не запустится до устранения закусывания ремня навесного оборудования. У двигателя R18 A2 есть несколько мест, по которым периодически обнаруживаются течи масла. Это клапанная крышка. Течь масла устраняется заменой соответствующей прокладки. Также сзади двигателя есть заглушка, которая уплотняется резиновым кольцом. Течь устраняется заменой этого резинового кольца. Также иногда запотевает клапан управления системой iFTEC. Течь устраняется заменой прокладки под клапаном. Также после пробега в 200 тысяч километров потеют оба сальника коленвала. Впускной коллектор на двигателе R18 A2 пластиковый оборудован механизмом изменения его длины. Можем вам показать мотор, который управляет положением заслонок. Он, кстати, здесь вот у нас отломался. Как правило, весь этот механизм никаких вопросов у владельцев не вызывает. Хотели вам показать катушки зажигания двигателя R18 A2, но их купили прямо перед разбором. Поэтому представьте, как будто они здесь стоят. Как правило, катушки зажигания двигателя R18 A2 выходят из строя от старости или растрескивания. При этом двигатель нестабильно работает до прогрева. Также обороты могут проседать при трогании, а также двигатель может глохнуть при включении нейтральной передачи. Также обороты могут проседать при включении обогрева либо же муфты компрессора кондиционера. Замена катушек на новый помогает решить все проблемы, которые связаны с пропусками зажигания. На многих двигателях Honda R18 A2 приходилось не раз менять термостат. Термостат заклинивает чаще в открытом положении, тогда двигатель не прогревается. Реже он заклинивает в закрытом положении. И вот тогда главное не допустить перегрева. Радиатор системы охлаждения желательно чистить раз в пару лет, потому что он быстро загрязняется пылью и грязью. Это пагубно сказывается на охлаждение двигателя, особенно в летний период. На двигателе R18 A2 используется клапан EGR. В ряде случаев именно из этого клапана двигатель работает нестабильно, появляются провалы в мощности и загорается чек-энжен соответствующими ошибками. Этот клапан неплохо чистится и после восстановления его работоспособности все соответствующие ошибки исчезают. Также отметим, что клапан EGR отбирает отработавшие газы из выхлопной системы после катализатора. Поэтому бытует мнение, что после разрушения катализатора керамическая пыль может попадать в цилиндры. Но на самом деле керамическая пыль может попасть в цилиндры через выпускные клапаны, которые находятся близко к катализатору. Вообще автомобили с двигателем R18 A2 не страдают разрушением катализатора. На моторах R18 A2 система IFTEK настроена на достижение максимальной экономичности. Для этого на малых и средних оборотах благодаря этой системе один из спускных клапанов каждого цилиндра имеет более широкую фазу открытия и закрывается позднее. При этом через несвоевременно закрывающийся клапан поршень выталкивает часть свежего заряда. Вместе с этим дроссельная заслонка открывается на более широкий угол. Таким образом инженеры компании Honda побороли насосные потери, которые преследуют все бензиновые двигатели. На высоких оборотах этот двигатель едет как обычный 16-клапанник. Двигатель R18 A2 отличается хорошей экономичностью и бодрой тягой с низов. Система IFTEK работает идеально, проблем она не создает. Тепловые зазоры клапанов рекомендуется проверять каждые 40-50 тысяч километров и при необходимости регулировать. Регулируются они очень просто при помощи щупа и инструмента, который есть в каждом гараже. То есть гаечного ключа и отвертки. Холодные тепловые зазоры для впускных клапанов 0,2 миллиметра, для выпускных 0,25 плюс-минус 0,02 миллиметра. Практика показывает, что каждую третью регулировку тепловых зазоров надо менять прокладку клапанной крышки. По состоянию здесь все хорошо. Бесшумная пластинчатая цепь используется в приводе ГРМ двигателя R18 A2. Цепь практически никогда в замене не нуждается. Ходит примерно 300 тысяч километров. Но хреновое масло может сократить ее ресурс вдвое. Состояние цепи можно оценить, сняв клапанную крышку при регулировке клапанов. Если цепь провисает, то следует закупить весь комплект для ее замены. Также на растяжение цепи может указать рассинхронизация сигналов датчиков, распредвала и коленвала и периодические пропуски зажигания. Максимальное выступание штока гидронатяжителя 14,5 миллиметров. Сняли ГБЦ на моторе R18 A2. С ней ничего плохого не случается. Служит долго. Если говорить о состоянии, то мы видим небольшой масляный налет, значит моторчик масло подъедал. Блок алюминиевый. Гильзы чугунные. Открытая рубашка охлаждения. Видим минимальный нагар на донышках поршней. Также нагар присутствует в верхней части цилиндров. Хон удивительно хороший. В комментариях вы часто спрашиваете, какое масло подойдет к тому либо иному мотору. Отвечаем, к данному мотору отлично подойдет масло ELF Evolution Full-Tech MSX с вязкостью 5w30. Выгодно приобрести его со скидкой 10% вы можете у нашего партнера компании ArmTech. Просто назовите промокод STRONG при заказе. Скидка действует не только на масла, но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов ArmTech. Кстати, ArmTech является единственным дистрибьютором моторных масел ELF в Республике Беларусь. Все подробности и ссылочки в описании. По состоянию все не так уж и плохо. Обратите внимание на шатунные и коренные вкладыши. Они без критического износа. Но проблемы с маслом в моторе явно были. Нагар на жаровом поясе, а также на нескольких поршнях закоксованы и залегли маслосъемные кольца. В масле явно был мусор, потому что на двух коренных вкладышах мы видим борозды. Ну а коленвал выглядит многообещающе. Верхние коренные вкладыши тоже в прекрасном состоянии. В блоке есть маслофорсунки. Обратите внимание, насколько чистый блок. Масло здесь не откладывалось лаковым налетом. Удивительно, что оно подвело и подгорало на поршнях. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали действительно надежный и практически безупречный двигатель от Honda. Машины с ним очень ценятся. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». «АвтоСтронг».